Тайны Брэндов Действительно, сегодня на рынке консалтинговых услуг среди предпринимателей у кого-то сложилось скептическое отношение к консалтинговым компаниям, у кого-то нет. Все, конечно же, зависит от тех результатов, которые предприниматели получают в результате своего обучения. И сегодня мы встречаемся с российским предпринимателем, основателем консалтинговой компании Высоцкий консалтинг Александром Высоцким. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, основные мои вопросы по передаче будут касаться прежде всего маркетинга. Я знаю, что Вы очень много преподаете вопросов менеджмента, управления командой, какие основные функции у владельца бизнеса. Ну и кроме того, я знаю, семинары по маркетингу у Вас тоже присутствуют. Некоторые, да, конечно. Мы не будем сегодня касаться именно того продукта, который Вы производите. Мы будем касаться именно Вашей внутренней кухни. Вы преподаете маркетинг. А как Вы, как предприниматель, раскручиваете свою консалтинговую компанию? И на сегодняшний момент заранее могу, так сказать, по изученной информации сказать, что у Александра на сегодняшний момент 6 офисов. Не только в России, но и на Украине. Каким образом вывести свой консалтинговый бизнес на масштабный уровень, о том, как совершать эффективные и большие продажи, мы поговорим в сегодняшнем интервью. Ну, я думаю, мой первый вопрос. С чего начинали? Почему зашли в этот бизнес? Ну, а дальше продолжим ближе к теме маркетинга. Ну, я начинал с обычного классического бизнеса. Мой первый бизнес – это компания, которая называется MacCenter, называлась «Дилер Apple Computer». То есть я был один из первых дилеров Apple Computer в Украине. Со своими товарищами открыл этот бизнес и был компьютерщиком. Это какой год? 1994. В 1994 году. Apple Computer – это было что-то совершенно фантастическое, совершенно нереальное. Но тогда еще не было даже Windows 95. Macintosh тогда, да? Macintosh, конечно, да. Потом были производственные компании. То есть я пришел в консалтинг не от безнадеги, скажем так, а не из-за того, что это был единственный способ зарабатывать деньги для меня, а просто потому, что это скорее мое призвание. Мне это нравилось. До этого я достаточно успешно создавал компании производственные, и поэтому, в принципе, ну и в этом, собственно говоря, преуспел. Что касается маркетинга, я, кстати, полностью согласен с этим высказыванием, потому что работая в области консалтинга, и я достаточно недавно пришел в консалтинг. То есть здесь в консалтинге полно ребят, которые уже по 20 лет этим занимаются, выходцев из институтов по управлению и так далее. А я, в общем-то, пришел, активно я начал заниматься консалтингом в 2006 году, в 2007, то есть это относительно недавно. И у меня стояла задача, обычная предпринимательская задача, то есть как создать продукт, чтобы этот продукт был рыночным, чтобы он был популярным, чтобы он был известным. Как сделать так, чтобы о тебе узнали не через 20 лет после смерти, а желательно в первые 5 лет деятельности. То есть все эти задачи нам пришлось решать. Мы, как вы понимаете, 2006-2007 год – это время, когда, в общем-то, уже было полно консалтинговых компаний в СНГ, и для того, чтобы достичь, занять какую-то определенную нишу, уже просто так, только лишь хорошим продуктом и только лишь каким-то талантом, это уже просто так не возьмешь. Правда. Почему возникло название «Высоцкий консалтинг»? Ну, естественно, ни одна моя компания до этого не называлась моим именем, это понятно. У меня была тренинговая компания, которая называлась «Школа продуктивности» в Киеве, она работала с 2005 года, и когда я понял, что мы занимаемся в основном консалтингом, то есть мы не занимаемся тренинговой деятельностью, знаете, я уже, скажем, начал так достаточно разумно подходить к брендингу, я просто начал смотреть, а как она должна называться правильно, потому что, смотрите, название компании, название продуктов, вот эта вся обертка, во что мы заворачиваем, все это служит только для того, чтобы о нас быстро узнали, чтобы нас быстро распознали. Поэтому в 2008 году я это решение принял, переименовать компанию «Высоцкий консалтинг», хотя я не могу сказать, что я фанат этого, потому что, называя компанию своим именем, теряешь часть личной свободы, на себя возлагаешь какую-то дополнительную ответственность, привлекаешь много внимания к своей какой-то персональной жизни, что на самом деле не улучшает качество жизни. Можно сказать, что это, ну, пришлось принести в жертву, потому что, смотрите, консалтинг – это очень такой персонифицированный продукт. Консалтинг очень близок к области науки и искусства. Ну, это фактически вот наука, искусство, область ноу-хау. А в этой области это всегда продукты, связанные с именем человека. Точно так же, как все научные исследования, они связаны с именем человека, который их сделал, искусство – это произведение. Здесь точно так же. И поэтому к 2008 году у меня уже была определенная известность как лектора. В СНГ я читал очень много семинаров. В России в том числе или только тогда Украина была? Нет, нет, в России. В основном большая часть была всегда в России. В Украине, конечно, много было работы, но большая часть была в России. И у меня стояла просто задача, как сделать так, чтобы компания быстро стала известной. И поэтому пришлось ее вот таким образом назвать «Высоцкий консалтинг». Ну, это было правильное, на самом деле, правильный ход. На сегодняшний день под этим брендом работают другие бизнес-тренеры? Консультанты? Конечно. Конечно, конечно. Потому что, по сути, «Высоцкий консалтинг» можно сказать, что это франшиза. Можно сказать. Она очень глубокая, естественно, франшиза, потому что наши филиалы, у нас партнеры. То есть это принято, кстати, в консалтинге практика, когда у вас не просто наемные сотрудники, а у вас партнеры, которые руководят офисами, филиалами. И они являются партнерами. И некоторые из них занимались очень успешно тренинговой и какой-то обучающей деятельностью до того, как вошли, скажем, в структуру «Высоцкий консалтинг». Но сейчас они все, конечно, работают под именем «Высоцкий консалтинг». На сегодняшний момент какое количество тренеров вообще в компании? Много. У нас сейчас больше 70 человек персонала. Я знаю точно, что в Украине у нас лекторов. То есть у нас консалтинг таков, что есть разные специальности в этой области. То есть есть специальность такая, как лектор. То есть человек, который проводит групповые занятия. У нас в Украине 6 или 7 лекторов. У нас 5-6 лекторов есть в России. И они помогают друг другу. То есть украинские в России. Наоборот, здесь нет языкового барьера. То есть у нас больше 10 лекторов. У нас больше 10 консультантов, которые непосредственно дают советы, помогают разрабатывать. На Варовске я обратил внимание на то, что, я так понимаю, даже некоторые из ваших клиентов впоследствии становятся лекторами. Это была стратегия изначально. Это изначально было задумано, потому что специфика моей услуги такова, что мы консультируем владельцев компаний. И для меня всегда успешным было, чтобы владельцев консультировали люди, имеющие опыт владельца. Успешный опыт. Поэтому все наши лекторы – это успешные владельцы компании. Ну, когда сделал уже больше 170 проектов, то часть этих людей, часть владельцев компаний, в основном это владельцы небольших, средних компаний, они сами хотят просто этим заниматься. То есть определенный процент есть, которым это нравится. И мы их привлекаем. Это очень успешно. Понятно. Хорошо. Теперь давайте поговорим ближе к продажам. На сегодняшний момент какая структура продажи, так сказать, от получения клиента до завершения сделки? Здесь есть несколько линий. Смотрите. То есть первая линия – это линия пиара. Я обожаю то, что написали Траут и Райс по поводу пиара, рекламы и взаимодействия. Это действительно работающая штука. То, что они писали про позиционирование, то, что они писали про пиар. Значит, первое, смотрите, основной момент – это пиар. В консалтинге это особенно важно. Пиар – это создание мнения, создание имиджа. Пиар мы создаем с помощью статей. Появляются статьи обо мне лично, какие-то интервью, статьи с другими консультантами, статьи о наших клиентах. То есть у нас ведется довольно активная работа, чтобы не только о нас писали, а писали о наших клиентах. Зачастую это гораздо проще организовать со СМИ. Конечно. Потому что СМИ постоянно нужны какие-то данные, какие-то новости, какие-то успешные действия, неуспешные действия. Наши специалисты по пиару в СНГ взаимодействуют со СМИ, предлагают им сотрудничество и помогают создать хороший, интересный материал. Поэтому постоянно выходят статьи о наших клиентах у нас, и это создает определенную узнаваемость. Ну, постепенно, естественно. То есть это интернет распространения статей? Безусловно. Газеты, журналы или в основном интернете? Нет, в основном, все равно, понимаете, самые работающие, создающие имиджи, это пока еще печатные СМИ. Большая часть из них позволяет публиковать эти же статьи в интернете, как правило, через некоторое время. То есть у некоторых журналов полгода, там по-разному. То есть мы фактически пишем статьи для журнала, они выходят, через несколько месяцев мы можем публиковать в интернете. Да и сами журналы, как правило, тоже публикуют. То есть вот эта деятельность пиаровская. К пиаровской деятельности также относятся взаимодействия с организаторами конференций, всевозможных тематически. К пиаровской деятельности относятся наше сотрудничество с союзами промышленников-предпринимателей, торгово-промышленными палатами, бизнес-ассоциациями. Вот такой вопрос. Делается это все на основании какого-то бюджета, или все же на основании каких-то связей, отношений? То есть, опять же, пиар-агентства многие размещают своих клиентов в СМИ бесплатно, но при этом клиент платит, и он не знает о том, что можно было и не платить никакого бюджета. Вот здесь каким образом ситуация происходит? Ну, понимаете, мы консультанты. Мы консультанты, и по определению мы должны быть умными. И я так считаю, вот вообще мне не очень нравится лозунг «сапожник без сапог». Я считаю, что это просто «сапожник без сапог» – это признак некомпетентности его как сапожника. Поэтому у нас в компаниях есть наш штатный сотрудник, который поддерживает связи со средствами массовой информации. Мы ему платим зарплату, естественно. Конечно, на его содержание есть определенные расходы. Но принципиальный подход такой – мы никогда не платим СМИ за публикации. Мы можем пригласить журналистов и редакторов, и мы это делаем на наши конференции, на наши семинары. Мы можем их пригласить на какие-то особые мероприятия, но мы никогда не платим принципиально за то, что у нас появляются статьи. Но для этого создается какой-то информационный повод, серьезно. Конечно. Ну, таких информационных поводов полно. Это и конференции, которые постоянно где-то проходят, какие-то проекты, которые мы завершаем, какие-то… Очень хорошо, кстати, работает сотрудничество со всевозможными отраслевыми ассоциациями, с бизнес-ассоциациями, потому что они сами нас начинают пиарить. Ну, просто представьте, например, торгово-промышленная палата. Ну, возьмем торгово-промышленную палату Украины. Они собирают с членов торгово-промышленной палаты деньги, членские взносы. Им надо что-то предоставлять взамен. Мы приходим в торгово-промышленную палату и говорим, ребята, давайте мы вашим членам будем читать семинары. Мы тоже члены торгово-промышленной палаты, причем мы с вас денег даже не возьмем за это. У них там есть все равно всякие конференции, всякие сборы. Давайте мы на вашей конференции проведем семинары. Они хлопают в ладоши, потому что мы помогаем им делать их работу. И мы это делаем хорошо, когда они видят результаты, отзывы, они нас приглашают снова и снова. И вот так мы всякие европейская бизнес-ассоциация, мы сотрудничаем с разными организациями. Нам это дает тоже известных, потому что на эти конференции, на эти заседания точно так же приглашают журналистов. Они пишут, берут интервью. Потом, как со СМИ, еще как бы успешное действие по работе со СМИ. Понимаете, всем СМИ нужны данные, нужны факты, нужно что-то интересное. У нас умные консультанты, причем из них, видите, большинство – это владельцы компаний. Это умные ребята, чертовски. Поэтому мы говорим СМИ, ребята, хотите получать умные комментарии от действующих владельцев бизнеса, которые не просто умные, они еще могут выразить свою точку зрения. Средства массовой информации – это надо. Поэтому появляются их комментарии сначала, комментарии где-то к каким-то мнениям, статьям. Потом статьи и так далее, и постепенно вот это сотрудничество развивается. Но здесь важный момент, здесь нужна выдержка, потому что это не происходит за месяц, или за два, или за три. Мы эту деятельность годами ведем. И все время в это вкладываем немножко усилий наших сотрудников, по чуть-чуть, и она активно развивается. Вот если говорить про начало создания бизнеса, когда вы почувствовали первые результаты? То есть вообще стандартная модель – это два года, да? То есть делай сейчас, и результаты серьезные придут через два года. Вот результат вот такой пиар-активной деятельности, когда вы почувствовали? Когда клиенты сами пошли? В консалтинге результат пиар-деятельности мы почувствовали через три с половиной года примерно. Именно пиар. Пиар. То есть до этого были какие-то там другие методы привлечения? Конечно, я вам сейчас расскажу тоже об этом. Мы и продолжаем точно так же и привлекать. Просто сегодня, например, есть регионы, где мы очень хорошо известны. Например, в Киеве мы очень хорошо известны. И там, например, ситуация совсем не такая, как у нас в Хабаровском филиаре. То есть в Киеве у нас люди приходят просто сами и просят услуги. В Хабаровске нам надо пока, мы еще не так известны, и нам приходится совершать какие-то сверхусилия, чтобы привлекать клиентов. Поэтому для пиара действительно требуется время. Поэтому чем раньше компания начинает это делать, тем быстрее получится результат. Понятно. Это не то, что можно купить быстро. Второй этап. То есть первый вы обозначили пиар. Второй этап. Есть такое понятие, не очень знакомое в мире бизнеса. Мы это называем вводные услуги или ознакомительные услуги. Обычно этот инструмент используют, когда сам по себе продукт достаточно сложный. Ну, что такое сложный продукт? Например, дистрибьюторская компания, которая предлагает осуществлять поставки в какой-то магазин. Это довольно сложный продукт. Потому что продукт здесь это фактически долгосрочное отношение, которое надо создать. Или поставки какого-то оборудования. Продажи любых профессиональных услуг. Типографская деятельность. Все это сложные продукты. Сложные. Отличие от простых. Что такое простое? Вот вы зашли в кафе, вам меню понравилось, сели, чашку кофе заказали, пирожное съели, вам попробовали вкус, вам нравится обстановка, обслуживание. Все. Продукт понятен. Вы либо ходите в это кафе, либо не ходите. Со сложными продуктами. Сложные продукты это когда... Ну вот у нас, например. У нас консалтинговая программа идет 9 месяцев. То есть, и нам надо продать владельцу бизнеса, которого при этом, как правило, до этого уже много раз обманули, который уже набил шишек в этой области. И нам надо продать ему идею, чтобы он нам заплатил деньги, и мы 9 месяцев будем с ним сотрудничать и там внедрять у него, наводить порядок компаний. Ничего себе вопрос. Поэтому, смотрите, существуют вводные услуги. Вот прямо сегодня, например, с утра я осуществлял такую вводную услугу. Это семинар недорогой или бесплатный, или недорогой, на который приглашаются владельцы компаний, руководители. Семинар на какую-то злободневную тему, связанную с управлением. Мы их приглашаем. Я читаю этот семинар. Там в зале 20-30 человек. Они задают вопросы. Мы демонстрируем свою компетентность. Что-то полезное, безусловно, им даем за эти небольшие деньги или за то время, которое они здесь потратили. И знакомимся с ними. Вот это вводная услуга. Вводная услуга позволяет создать некоторое доверие. Вводная услуга позволяет получить контакт с этими людьми. И теперь, когда мы на семинаре уже получили с ними контакт, мы теперь можем с ними говорить об основных услугах, о нашем консалтинге. Потому что просто встретиться с этими людьми, с каждым из этих 20, и рассказывать им о нашем основном продукте – это колоссальные трудозатраты. Просто совершенно невообразимые трудозатраты. И во многих видах бизнеса бывают разные вводные услуги. Бывают вводные услуги в виде какого-то розничного магазина. Например, один из моих клиентов – это компания «Международная Шиша» называется. Они торгуют всякими, знаете, аксессуарами для дома. Искусственные цветы, вазы и все такое. И вот у них была проблема – они зашли на новый рынок. Они зашли в Казахстан, и эта марка никому не известна – «Шиша». Ну, она известна в Европе, в Прибалтике, в Казахстане, она никому не известна. А им нужны, по сути, их клиенты – это оптовики. Вернее, не оптовики, а те, кто оптом покупает, а потом, как правило, в розницу продают. Ну, владельцы магазинов или сетей магазинов. Что им пришлось сделать? Им пришлось в качестве вот этой вводной услуги взять в Икее, в Меге, в Алма-Ате, открыть розничный магазин «Шиши», наполнить его всей этой красотой. Это действительно очень красиво. И сам этот по себе розничный магазин, ну, как этот семинар для нас, понимаете? То есть не такой прибыльный, не такой интересный. Дай Бог, чтобы он был неубыточный. То есть потому что семинар, ну, это всегда баланс на грани нуля или убытков. Казалось бы, да, то есть вроде это невыгодно. Но этот магазин у них точно так же балансировал на грани нуля, с точки зрения, там, доходов и расходов. Но, понимаете, все оптовики, это люди, они ездят в Мегу, в Икею и так далее. Они проходят мимо этого магазина, они видят эти товары, им интересно, они туда приходят. Они спрашивают, владельцы магазина спрашивают, а где можно оптом? И их направляют в компанию. Компания находится на обычном складе, огромный шоурум, в магазине маленький ассортимент самого вкусного, в шоуруме широкий ассортимент. И все, с ними там начинают работать. То есть если бы они вышкрябывали этих оптовиков вручную, каждого отдельно, вот этих оптовых покупателей, они потратили бы гораздо больше усилий, но они создали вот такую привлекательную замануху, вот эти вводные услуги, и это работает. Ну то есть, по сути, это технология продажи маленького шага. То есть если у нас есть большой продукт, который стоит достаточно дорого, то мы не можем сказать, здравствуйте, купите его, давайте совершите вы какое-то небольшое действие, которое будет немного для вас стоить, и далее, возможно, если установится какой-то контакт, то можно будет уже продать более весомый продукт. Совершенно верно, потому что доверие, создается доверие. То есть если ты дал небольшой продукт за небольшие деньги, которые им нравятся и вкусные, это создает доверие. Раз. Второе. Во многих видах бизнеса это не только доверие, это еще уровень понимания этого продукта. Потому что когда ты смотришь и видишь шиши, что такое это шиши, кто его знает. И пока ты не посмотрел, пока ты не пощупал, а если этот человек специалист, он может взять вещь, пощупать, он уже видит, как она сделана, где она сделана, какой уровень качества. Точно так же и у нас. Человек может прийти на семинар, послушать лектора, и он понимает, что эти люди какие-то здравые вещи говорят. То есть это создает еще определенный уровень понимания и доверия, и позволяет продавать вот такие вот большие продукты. Вот основной продукт, чтобы наши зрители понимали, вот вы говорите программа на 9 месяцев, это основной продукт? Это основной продукт, да. Это все в основном, чем мы занимаемся. То есть это уже, по сути, тренинги, это этап к продаже вот этой программы? Совершенно верно. Семинары. Это не единственные. Вебинары. То есть каждую неделю проводятся вебинары. Вот вчера я провел два вебинара, сегодня у меня еще один вебинар. Обычно это порядка со всего СНГ, мои вебинары смотрят от 100 до 200-300 человек. Вебинары. То же самое. Бесплатные вебинары – это тоже ознакомительная такая услуга. Дальше. На сайте. Вот если зайти к нам на сайт, там куча видеоматериалов всяких. Вот эти, по сути, этот сайт и видеоматериалы – это тоже вот такая знакомительная услуга, которая позволяет создать доверие, там, некоторое доверие и понимание. Круглые столы мы делаем еще. Когда мы приглашаем… Это не семинар, это немножко другое. Мы приглашаем предпринимателей, берем какую-то злободневную тему и ее обсуждаем. Это еще одна. В Хабаровске такое проводилось? Насколько я знаю, круглых столов не было. Было. Да, мало. В Хабаровске мало. Но был круглый стол, я помню, потому что я был на этом круглом столе. Это был круглый стол, на котором известные предприниматели в Хабаровске были, и где обсуждали вопросы формирования команды. Вот. Был. Ну, это не является таким частым, скажем так, мероприятием. Хотелось бы больше. Откуда я, например, очень так осведомлен с теми тренингами, которые проходите, да, которые вы, то есть, проводите? Так как я являюсь предпринимателем, посещаю фитнес-клуб, постоянно слежу за теми объявлениями, которые вывешиваются, да, формат А4. Мне, как маркетологу, на самом деле, очень всегда приятно и интересно их читать. То есть, они сделаны с умом, очень интересно, и это только, я думаю, плюс вашей компании. Отслеживается ли результативность тех или иных мест размещения тех же, например, плакатов с тренингами? Да, конечно, отслеживается. В Хабаровске всего несколько мест, где мы размещаем. Это места, понимаете, мы очень хорошо знаем нашу целевую аудиторию. Вообще, любое продвижение, любой маркетинг начинается с понимания, очень хорошего понимания целевой аудитории. Наша целевая аудитория – это владельцы компаний, малого и среднего бизнеса. Мы не работаем с мега-компаниями, мы не работаем с отдельными предпринимателями. Это люди, у которых от 30 до 300 человек работают. Это те люди, которые бывают в фитнес-клубах, причем это не все владельцы компаний наши клиенты. Если взять владельцев компаний, которые относятся к этой категории, из них может быть только 10% наши клиенты, потому что это должны быть люди с целями, с желанием развивать бизнес, с желанием развивать компанию, с желанием повышать свой уровень компетенции. Вы имеете в виду из всех предпринимателей? Из всех предпринимателей, совершенно верно. Да, понятно. Поэтому это фитнес-клуб, конечно, это наше место. Поэтому это бизнес-центры определенные в Хабаровске. Поэтому это супермаркет продуктов питания. Определенные, опять же, определенные ценовые категории, не самые дешевые, там и не мега-дорогие. То есть, да, определенные места, где есть наш клиент, конечно. Кто определяет вот эти конкретные места? Директор здесь на месте или вы? Нет, мы не определяем. Вы имеете управляющая компания. То есть, я имею в виду, кто определяет вот именно стратегию в городах. То есть, понятно, что вы, например, как, я так думаю, больше знаете европейскую часть страны, нежели, например, Хабаровск. Вот каким образом определяется рекламная стратегия в том или ином городе, где вам не понятен рынок, лично вам? Здесь смотрите, какой момент. То есть, мы, я имею в виду, как управляющая компания. Управляющая компания, естественно, разработала саму методику. Как делать пиар, как осуществлять, какие семинары должны быть, какие вебинары должны быть, в какой последовательности они должны проводиться. Как продавать потом эту услугу клиентам. Но, да, рекламу для этого, там все эти листовки, все это централизованно изготавливается, разрабатывается с хорошей дизайнерской компанией и так далее. Даже мы рекламу всю печатаем в одном месте в Украине. Там сейчас дешевле, качественнее и так далее. Но мы, конечно, не знаем местной специфики. И мы изначально прекрасно осознаем, что у нас для этого и есть партнеры. Поэтому руководители филиалов являются партнерами, потому что это люди, которые знают местную специфику. И они уже выбирают каналы продвижения конкретные, журналы, газеты. Они выбирают конкретно, с какими СМИ сотрудничать. Они выбирают, где размещать эту рекламу и так далее. Мы делаем только все, что необходимо вообще для формирования бренда в целом. Разрабатываем дизайн, рекламу централизованно. Понятно. Хорошо. Основные этапы, да, то есть мы проговорили. Это PIA, далее продажа небольшого тренинга и далее уже непосредственно продажа основной услуги. Какой процент из вашей практики людей, которые постили, например, семинары, пришли в результате на большие какие-то программы? Значит, я... те цифры, которые я вам сейчас назову, они очень приблизительные. Но у нас есть точные цифры, эта статистика собирается, ведется. Значит, по моим данным, человек, который побывал на семинаре, примерно один из десяти рано или поздно получает основную услугу. Просто некоторые очень быстрые ребята, и они буквально... Он сходил на один семинар, после этого мы сделали... У нас есть еще такая услуга, бесплатная, называется Блиц-аудит. То есть если человек... Ведь наш консалтинг, он не всем подходит и не всем помогает. Поэтому обычно человек сходил на семинар, заинтересовался, говорит, мне интересно. Мы говорим, окей, давай мы тебе сделаем Блиц-аудит, чтобы действительно понимать, тебе надо это продавать или нет вообще, будет у нас победа или нет. То есть вот этот вот Блиц-аудит предоставляется, но примерно... Ну каждый десятый точно, как минимум, попав на семинар, в конце концов, попадает на вот эту программу консалтинга. Ну это для нас нормально, потому что, смотрите, у нас в одном филиале мы делаем в год 36 консалтинговых проектов по стандартам. Но в Хабаровске на сегодняшний момент такая статистика? Меньше. Меньше, да? В Хабаровском офисе сколько по времени? Два года. Два года. В начале 2012 года, чуть больше года назад, мы открыли вот этот офис наш на Карла Маркса. А еще до этого год с небольшим работой. То есть около двух лет. Я заметил, наверное, месяцев 8 или год, примерно так. Ну потому что год назад было открытие этого офиса, там какие-то в новостях какая-то информация прошла, пару раз по телевидению какие-то интервью брали и так далее. Вот это как раз результат пиаровской деятельности, он накапливается. То, что мы говорим в самом начале. А работаем мы вообще, работаем около двух лет. И Хабаровск сейчас делает, вот на сегодняшний день, он делает, работает с производительностью где-то 20-25 консалтинговых проектов в год. Должен вырасти до 36. Это не очень большое количество. Это 25 владельцев компании. То есть, грубо говоря, если это каждый десятый, это значит, что за год нам нужно новых людей 250 аж на семинарах. Это немного. То есть, по сути, вам где-то нужно 350 человек, чтобы сделать объем в 35. Абсолютно верно. Что касается специфика Украины, вы говорили, что там легче продажи идут. Сейчас да, но это вопрос, смотрите, консалтинг, ну вот как это если говорить о бренде. Смотрите, суть бренда-то в чем? Суть в том, что есть какая-то вещь, она хороша сама по себе, мы на нее ставим клеймо и говорим, это Абубас. Понимаете? И если эта вещь сама хороша по себе, и людям нравится этот Абубас, то они через некоторое время говорят, о, Абубас это отлично. Об этом начинает говорить, распространять данные, и Абубас хорошо продается. Но существует время, то есть, а так как мы начали наш консалтинг, собственно говоря, делать это всего несколько лет назад, поэтому требуется время. Бренд надо ставить, клеймо надо ставить на что-то. И почему в Украине-то хорошо дела сейчас идут? Очень хорошо. Просто по той причине, что здесь мы два года, а там мы больше пяти лет. И за это время с нашим продуктом познакомилось большое количество людей. И этот бренд Высоцкий консалтинг, который мы клеймим, собственно говоря, наш продукт, он просто, ну, более известен, более популярен. И вот то, что вы говорите, что я заметил вас только год назад. То есть, мы здесь больше года работали, вы нас не замечали. Еще год назад вы нас начали замечать, но мы пока еще там не сильно оторвались от уровня асфальта. Пройдет год-два, и о нас будут знать все, и будет уже сложившееся мнение, если мы не совершим каких-то глупых ошибок, если мы будем делать правильный пиар, там, правильный продукт, то год-два, и мы станем здесь очень таким известным, обычным, ну, таким брендом, как у вас есть, например, прекрасный бренд местной Тари. Тари Люкс, Тари Ленд, Тари Дент. Я пользуюсь их услугами. Известный, хороший, местный бренд. Но требуется время, чтобы вырасти. Вы в Хабаровске пользуетесь услугами стоматолога? Да, да, конечно. Очень хорошая клиника Тари, я могу сказать, таких клиник вообще очень мало, в мире мало. Просто, ну, феномен, Хабаровскому повезло. Конечно. Хорошо, если ближе сейчас говорить к Украине, то есть в Киеве вы сейчас не делаете прямые продажи. Достаточно того устоявшегося бренда, который существует на рынке. Я скажу так, в Киеве мы делаем продажи, потому что наш продукт все равно надо продавать, он достаточно дорогой. В Киеве практически нет рекламы, то, что называется продвижение или рекламой. Там есть много пиара, там постоянно выходят какие-то статьи, там много вот этих ознакомительных услуг, семинары, всякие конференции и так далее. Но как таковой рекламы, знаете, там рекламные объявления, в журналах, там наружка, вот этого там вообще нет. То есть достаточно пиара и достаточно рекламы вот этих вводных услуг для того, чтобы мы получали столько, сколько нам надо клиентов. Понятно. Что касается России, какие сейчас города для вас лидирующие? Москва. Москва. Москва – это страшный город, потому что, ну я могу сказать, что усилия, например, в Хабаровске получить клиента и усилия в Москве получить клиента – это из разных галактик. То есть в Хабаровске получить клиента, ну, наверное, в пять раз сложнее, чем в Москве. И поэтому сегодня у нас, это тоже забавно, в наш московский офис сегодня обращений больше, чем мы можем удовлетворить потребление. А это что касается тренингов или консалтингов? А специфика, ну, наша специфика такая, что, понимаете, мы не можем взять, просто купить еще один станок, там, бац, и поставить и удвоить производство. Потому что это все же интеллектуальный продукт. Да, нам нужно готовить консультантов, на это уходит время, то есть мы не можем расширяться так, пух, бах, и в 10 раз расширились за год. К сожалению, это связано с компетентностью нашего собственного персонала. И в Москве пока рынок растет быстрее, наши обращения к нам растут быстрее, чем мы можем расти. А в Хабаровске другая ситуация. Здесь гораздо сложнее заполучить клиента. Но в Хабаровске и конкурентов меньше, с другой стороны, да? Конкурентов нет, да. А в Москве их огромное количество. Москва – это город-консультант, можно сказать. Это очень, вообще, Москва – это феноменальный город, потому что, с одной стороны, вы правы, там много консалтинговых компаний, а с другой стороны, если вы посмотрите, то у нас в московском филиале на консалтинге московских компаний может быть процентов 5 или 6. То есть в Москву обращаются компании из других регионов? Абсолютно. Со всей России из Москвы очень мало. Очень мало. А и тренинги, ну не тренинги, а консалтинговые программы проходят дистанционно? Нет, почему? Они приезжают прямо к нам в офис, мы там работаем, наши консультанты ездят и так далее. Ну, это, понимаете, это феномен столицы. Вот туда ездили за колбасой и туда продолжают ездить за консалтингом. И это будет бесконечно. Это, кстати, та самая причина, почему мы собираемся в конце этого года открыть филиал в Нью-Йорке. Потому что у нас есть планы международного расширения. И здесь тот же самый принцип. В Нью-Йорке для русских? Нет, в Нью-Йорке для американцев, конечно, не для русских. Для русских лучшие русские в СНГ. Зачем нам русские из Америки? Там очень много богатых евреев. Да, я согласен, но у нас есть определенная цель. Нам нужно, чтобы у нас работал филиал в Нью-Йорке и предоставлял американцам. Потому что это ключик к всем остальным странам. То есть, если этот консалтинг работает в Нью-Йорке, то это то, что интересно всем остальным. Если, понимаете, это тоже довольно забавно, это имеет отношение к брендингу. Потому что какие бы чудеса консалтинга мы не делали в России, или в Украине, или где-то еще, весь мир это совершенно не вдохновит. Это все равно, что для нас приехал бы консультант из Таджикистана и консультировал нас, как вести бизнес. Вот это примерно такая штука для всего остального мира. Поэтому, какие бы мы ни были умные, нам придется идти в Америку, в Нью-Йорк, и там добиваться результатов, а оттуда уже расширяться по всему миру. Ну, кроме того, открытие, я думаю, офиса в Нью-Йорке, это и хороший брендинг для России. Абсолютно верно. И я уверен, что это усилит еще наше развитие в России, конечно. Потому что, несмотря на то, что россияне всегда считали себя круче американцев, а американцы себя круче россиян, но это бесконечное наблюдение друг за другом. Тем не менее, у нас много американцев, а у американцев уже много русского. Сейчас есть какие-то иностранные клиенты в России? Потому что все же иностранцы ведут здесь бизнес. У нас есть в Киеве ребята, парень из Англии у нас есть, но это все, как правило, наши выходцы из СНГ. То есть, русские, которые где-то сейчас за рубежом. Да, у нас, да, нет. По той же самой причине, понимаете? Это все равно, что ездить в Бишкек за консалтингом. Ну, с точки зрения брендинга. Я не против Бишкека, мне очень нравится этот город. Я там был неоднократно, там много хороших людей. Но с точки зрения брендинга, вот это все равно, что вы возьмете и поедете обучаться маркетингу в Узбекистан. Ну, вот так же для них, там, из Англии, из Америки ездить к нам, получать консалтинг. Какие бы мы умные не были, понимаете, брендинг. Какие планы дальнейшие по брендингу? То есть, вот мы сейчас сказали про нее. Какие дальнейшие амбиции и планы? Ну, у нас планы, в общем, достаточно давно определены. Нам нужно 35 филиалов в СНГ. У нас определены города, где эти филиалы должны открываться. Сразу вопрос. Каким образом определяются города? То есть, вы их смотрите по какой-то экономической эффективности? То есть, у вас B2B рынок специфичный? Разбитие предпринимательства, раз. Второе, коммуникации. Развитие коммуникации. Потому что, понимаете, Москва всегда будет, вот этот центральный регион, она будет пожирать. Потому что в России коммуникации построены таким образом, что, например, если мне надо долететь из Челябинского на Новосибирск, я полечу через Москву. Если мне надо в Новосибирске с Хабаровска, я полечу через Москву. Это бред, но... В Новосибирск, кстати, нет. Ну, в Новосибирске исключение, да. Но любой другой город, там Алматы, там и так далее, я полечу все равно через Москву. И это специфика России. Того, как устроена коммуникация. Поэтому вот эту центральную часть Москва будет очень сильно всегда накрывать. Но, например, в Сибири, это может быть и Новосибирск, Екатеринбург, которые относительно недалеко друг от друга. Но, тем не менее, это два очень таких развитых, мощных центра. Это обязательно Казань. Есть еще некоторые этнические особенности. Например, могу вам сказать, что в Украине, например, есть западная Украина, а есть восточная, а есть Киев. Это разные Украины. Например, ребята из-за Львова. У нас есть клиенты западной Украины из-за Львова. Но, если филиал будет во Львове, когда филиал будет во Львове, там будет гораздо больше клиентов. Потому что они смотрят на Киев немножко с высоты, знаете, с такой европейской высоты. То есть, учитывается развитие предпринимательства, коммуникации, этнические особенности. Вот это, ну и население, вот эти вот вещи экономические. То есть, в основном вот эти факторы, когда мы выбираем места. Владивосток входит в планы? Входит в планы Владивосток. Владивосток, вот если сравнивать и быть объективным, он более деловой, более быстрый, более активный, чем Хабаровск. К сожалению. Совершенно верно. Есть еще один важный фактор, который даже круче, наверное, чем все эти вместе взяты. Это фактор личностный. Потому, для того, чтобы заниматься консалтингом, нужны люди, которые это любят. Это, я не хочу говорить, что другие виды бизнеса не требуют любви. Требуют. Но это то, чему ты должен быть готов посвятить жизнь, если ты решил этим заниматься. И поэтому здесь важно, конечно, партнера. Из какого города, где есть партнер. Потому, что, в принципе, понимаете, несмотря на то, что мы известны, несмотря на то, что мы большие, вы должны понимать, насколько это капля в море. Один филиал делает 36 консалтинговых проектов в год. Сколько в Хабаровске, даже Хабаровск небольшой город, но сколько в Хабаровске компаний? Это десятки тысяч. Ну, то есть, если мы, грубо говоря, делаем 36 консалтинговых проектов в год, то компании создаются и разоряются быстрее, чем мы успеваем оказать какое-то влияние на этот рынок. То есть, это очень… в общем, 35 филиалов – это ничто. Я говорю о том, что вот на первом этапе 35 филиалов в СНГ, сейчас открытие Нью-Йорка, и потом увеличение количества филиалов. Потому, что по-большому мы должны предоставлять этот консалтинг в каждом практически маломальски там значительном городе в СНГ. А их больше четырехсотен. В Нью-Йорке партнер есть? Нет. В Нью-Йорке мы будем делать сами, потому что, опять же, это брендинг, это маркетинг. Дело в том, что американцы, они отличаются очень сильно от русских. Есть вещи очень похожие, а есть то, что отличается. И они… это ребята, которые… они очень как бы доверяют другим людям, но они… им нужны примеры. Для того, чтобы сотрудничать… вот, опять же, тот же момент брендинга, да. Какие бы чудеса мы в России не сделали, для американских потенциальных партнеров этого не существует. И пока мы сами туда не приедем, я собираюсь вот летом это заняться, пока мы сами туда не приедем, пока мы сами не сделаем пару десятков консалтинговых проектов, пока мы не продемонстрируем, как хорошо это работает, как на этом можно еще и зарабатывать нашим партнерам, что тоже немаловажно. Вот пока мы это все не покажем, именно на американской нью-йоркской земле, там ни черта не сдвинется. Это не те люди, которые верят на слово. И правильно делают, кстати, они очень рационально в отношении. Поэтому мы там будем не с партнером, мы там будем начинать сами, а потом уже появятся партнеры. Но, опять же, интересная штука об Америке, если ты им демонстрируешь технологию, результаты, прибыльность, возможность этим заниматься, у них нет проблем. с деньгами, с инвестициями денег, с инвестициями времени, и это может развиваться очень быстро. Ну да, американцы как бы очень открыты в этом плане и готовы идти, когда понимают, что это стоит того. Конечно. Но им надо показывать это все вот прямо на живом примере. Хорошо. Дальше по планам. А то мы задал вопрос по плану и дальше пошли в разные темы. После Нью-Йорка... Весь мир. Весь мир. Меня интересует Китай, меня интересует Индия. Конечно. Огромные страны с огромнейшим потенциалом. А все остальные в меньшей степени. Соединенные Штаты, Индия, Китай. И, ну, естественно, СНГ. Но, опять же, Соединенные Штаты больше как этап к тому, чтобы получить такие страны, как Китай, СНГ и Индия. Соединенные Штаты сами по себе имеют большую ценность. Во-первых, это огромная страна с огромной территорией, с большим населением. Среди развитых стран население больше 300 миллионов жителей. Это очень много. С огромной экономикой. Несмотря на все то, что сейчас говорят, на эти им создают плохой брендинг. А Соединенным Штатам и Доллару. Но при этом забывают, что 25% мировой экономики по-прежнему это Соединенные Штаты Америки. 25% мировой экономики это много. И прибавьте к этому уровень развития малого бизнеса в Соединенных Штатах. И вы понимаете, что для нас это огромнейший рынок на самом деле. Недавно я изучал статистику на эту тему. На тысячу американцев один миллионер. В России на 100 тысяч человек один миллионер. Вот как бы, да, такая глубина. Да. Такая разница. Слышно. Вы на своем бизнесе ощущаете тенденцию того, что в России предпринимательство сейчас популяризируется, да? То есть как-то, ну, люди немного по-другому к этому разворачиваются. Или все же вы как-то по-другому это чувствуете? Разворачиваются. Мы сами разворачиваем. Потому что, ну, вот моя книга вышла о функциях владельца компании. Мы там всякие диски, DVD распространяем. То есть вообще моя жизненная позиция заключается в следующем. Что владельцы бизнеса, создатели бизнеса – это очень ценные люди для общества. Потому что практически вот все самое лучшее, если мы сейчас посмотрим, если даже не брать кафе, рестораны, гостиницы, производство еду. Если взять даже культуру. Понимаете, художественные выставки, картинные галереи, концерты, кино, фильмы – за всем этим стоят предприниматели. То есть за всем этим сегодня стоит бизнес. Наука, культура, то есть вся современная цивилизация на самом деле движима людьми бизнес, предпринимателям. И я много лет уже, вот сколько я этим занимаюсь, я все время продвигаю, проталкиваю эту идею, что это ценные люди, что этим надо заниматься, что это важно, что нельзя, знаете, когда-то было отношение такое предпринимателям, что это какие-то барыги. Это какое-то постсоветское такое, ужасное постсоветское отношение. Но я вижу, не знаю, может быть мне это хочется видеть, но мне действительно это хочется, я вижу, что отношение меняется, появляется больше уважения. Чем больше, чем более цивилизованным, кстати, становится предпринимательство, тем более рабочие места, когда люди работают долгое время на этих предприятиях, когда им нравится эта работа. это влияет на культуру. Я не строю иллюзии, нам еще много лет это менять, десятки лет, но ситуация сдвигается, все равно сдвигается. Ну да, я собственно как-то в этом направлении чувствую, и молодежь в другом направлении сейчас рассуждает, да, то есть если пять лет назад все хотели работать в «Газпроме», то сейчас начали немного менять свое сознание. А как же самовыражение? Ну да. Александр, как вывод к сегодняшней передаче, я бы хотел, чтобы вы обратились к хабаровским предпринимателям, не только к хабаровским, а к дальневосточным, и дали им определенные секреты именно маркетинга. То есть пусть это не будет B2B-сегмент, общее понимание маркетинга, правильное понимание для предпринимателей. Мой совет, знаете, если говорить о советах… Можно вот на вот эту камеру. Мой совет, если говорить о советах, которые можно дать за пару минут. Общайтесь с клиентами, то есть выясните, сформулируйте для себя четко, кто ваш клиент, какие конкретно у него черты. И потом лично, я говорю сейчас владельцам, предпринимателям, лично, сами общайтесь с представителями этой категории клиентов. Задавайте им вопросы о том, что им нравится в вашем продукте, в ваших услугах. Что им не нравится в ваших услугах, что им не нравится в вашем продукте. Лично слушайте, что они говорят. Потому что сегодня рынок еще пока многое прощает в России. То есть мы только начинаем расти, мы только начинаем развиваться. Но уже сегодня есть определенная конкуренция. И что бы там ни говорили, в первую очередь сегодня побеждают не те, у кого реклама лучше. Побеждают те, у кого продукты лучше на сегодняшний день. Вы прекрасно знаете, что создаются хорошие рестораны, потом через какое-то время они деградируют. Открываются хорошие гостиницы, через некоторое время они деградируют. И вот для того, чтобы этой деградации не было, одна из функций владельца компании заключается в том, чтобы постоянно следить за тем, что же мы предоставляем клиенту. Это не значит, что надо самому потом все исправлять. Или улаживать какие-то недовольства. Нет. У вас для этого есть правила, которые вы устанавливаете, какие-то технологии, которые вы покупаете. Но вы всегда должны быть вот в этом общении, вот в этой коммуникации с клиентом, с рынком, чтобы видеть, что с вашим продуктом происходит. И чтобы вы могли потом управлять компанией, людьми, чтобы этот продукт был таким, как вы его задумали на самом деле изначально. Потому что обычно задумываете вы классные вещи. Другое дело, что в момент реализации они могут трансформироваться и становиться уже не такими классными. Так что заботитесь о продукте. Если вы посмотрите, кстати, на успешные компании, успешных людей, успешных предпринимателей, это люди, которые всегда заботились о продукте. И наши, и западные, и все. Так что делайте опросы, общайтесь с клиентами и улучшайте продукт. Это самое маркетинговое, что только можно придумать. Александр, большое спасибо за то, что приняли участие в нашем проекте. Благодарен за ту информацию, которую вы донесли сегодня до наших зрителей. Я надеюсь, что наши хабаровские предприниматели, маркетологи будут применять те знания, которые сегодня рассказывал основатель консалтинговой компании Высоцкий консалтинг Александр Высоцкий. Еще раз большое спасибо, Александр. Успехов вам большое. Вам дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.